Россия! 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 Ваше Высокопреосвященство, Владыка Никон, дорогие братья и сестры, дорогие земляки, друзья! Я был у истоков рождения идей создания теперь уже устоявшегося всероссийского праздника приуроченного к освобождению от последнего нашествия России который теперь отмечается 4 ноября как день народного единства это сделано от боли и от слез от не глупостей и выдумок, а только от боли и от слез все сказали правильно, в том числе и те, кто ведут этот могучий сегодня народный форум, за организацию которого, за участие в котором всем вам, дорогие земляки, организаторы и участники, спасибо! Все сказали все правильно, итог только не подвели я попробую это сделать в чем же замысел этого праздника? он только в одном вы знаете сами а по примеру последних сражений, которые прошли 400 лет назад и о которых, говорится, сегодня еще раз убедились что российский народ никогда, никто не покорил российский народ сам отверг и Чирьевскана, и Наполеона, и Лжедмитрию и Речь Посполитую, и тем более Гитлера, и фашизм но есть одно горестное но, от которого ни слез, ни крови не хватает именно этот российский народ, не покорившийся никогда и никому именно этот российский народ, который вместе со своей страною всю жизнь освобождал и защищал и в Сирых, и в Слабых, и на Балканах, и в Корее, и в Азии именно этот народ-герой, единственный в мире удосужился своими руками дважды, только за последние сто лет, уничтожить свою собственную страну и утопить ее в морях крови, десятках миллионных привнесенных жертв и в горе, нищете и страданиях, когда в 1917 году, в 1917 году сам разрушил Великую Царскую Империю, а в 2000-м опять сам и опять по своей дуре разрушил Великий Советский Союз. Попытка сказать людям, доколе же можно быть такими, осуществляется этим праздником. 4 ноября есть попытка сказать людям, нельзя больше действовать по принципу политических провокаторов, действующих по принципу «разделяй и властвуй». Давайте окончательно поймем, что только в народном мире и согласии мы можем и обречены жить, и только тогда счастливо, богато и по-человечески, на радость своим, на зависть врагам. Вы убедились, что как только пришел первый раз, когда Путин президентом, это было не так давно, и сейчас он продолжает свое дело и будет возвращаться президентом страны, он никому не сказал, что я или большевик, или либерал, или демократ, или какой-то еще. Он сказал, что я призываю всем объединиться в партии, которая так и называется «Единая», то есть вместе со всем народом «Россия», объединенная и с ветеранами, которые признают Ленина, и с теми пенсионерами, которые признают коммунизм, и с той молодежью, которая признает либерализм. Он со всей страной предлагает в рамках нового праздника объединиться и закончить братоубийственное столетие, дважды похоронил свою страну. Дорогие земляки, а может быть, правда, хватит, а может быть, правда, нам пора вдуматься, что это самый великий праздник, который обязывает каждого задуматься, каждого проанализировать и каждого сказать, и своим старшим, и своим детям, и внукам хватит разделяться. Давайте обеспечим народное единство и согласие. Поздравляю вас всех с этим праздником и умоляю, и прошу, давайте объединимся. Вместе мы сильнее. Будьте мудрыми для этого, сильными духом, уважающими и любящими свою великую историю, большую, великую Родину, и завтрашний день детей и внуков, ради которых мы все это должны сделать. Храни вас всех Господь, и вы сами. Спасибо.